Команда Икс Так сказать, мероприятели в стиле старых таких 19-го века, 18-го, где персонажи клуба Адского Пламени развлекались. Ничего-то особенного тогда не было, но Марвел пересмыслили тогдашнюю идею и сделали это модным показом для разных персонажей Марвел. Да, не все получают какой-то интересный оригинальный костюм, а иногда костюмы вдохновляются реальными. Но, хочу отметить, что мы сейчас обсудим более-менее интересные дизайны. И не совсем интересные, мы упоминяем только кратко. Также прошу не сильно обращать внимание на то, что иногда персонаж выглядит не как уже персонаж Марвел, а как стриптизер. И это даже не шутка. Тут есть, к примеру, дизайн вот Бишипа и он выглядит... Ну вы и сами видите. Иногда с женщинами тоже самое, но давайте промолчим лучше. Мы в большинстве современной модой не интересуемся или как минимум не разбираемся. Также в этом ролике я, пожалуй, не буду упоминать другую вещь, которая интересна в Hellfire Gal'е. А именно то, что во время этого выбирается новый состав команды LDX. Что тоже интересно, но мы об этом, пожалуй, поговорим в каком-то другом ролике, если я беру специальную тематику под это. Но да ладно. Пшш, какие у нас есть дизайны? Есть стандартные такие черные костюмчики, которые неплохо смотрятся на вот этих вот персонажей. Зверю он слегка короткроват, но к этому мы уже привыкли. А к Логану даже претензий нет. К остальным, ну, более-менее стандартно. Также не сказал бы, что сильно выделяющиеся костюмы имеются в таких персонажей, как Капитан Америка и Сокол. Да, в оригинальном первом Hellfire у них не было, так сказать, никакого костюма, они перешли в том, что было. Так как это был, так сказать, ознакомительный первый раунд. Но во втором им дали какие-никакие костюмы. И это были, ну, более-менее стильные и классно смотрящиеся смокинг. Если есть другое название, тогда напишите в комментариях. Ну а сейчас, пожалуй, отмечу пару деталей. У Кэпа была еще какая-то накидка и небольшие красные полосы вдоль всего своего костюма, что были отсылкой на американский флаг, что смотрелось весьма неплохо. Также был синий цвет, что также отсылало на флаг. У Сокола же также небольшие отсылки, но они такие заметные. Максимум, что отмечу очки. Также особым интересом не порадовал Тони. Он хотя бы поинтересному подал свой костюм в виде того, что это галографический смокинг. Почему не взять обычный, не знаю, но смотрится хотя бы неплохо. Также весьма примечательными являются небольшие красные очки и элементы брони в виде небольшого свечащегося элемента на поясе и на часах, но их не сильно можно выделить. Также более-менее костюм я могу отметить у Магнета, так как он, насколько я знаю, участвовал только в одном из балов этих. В одном он попросту не принял участие и не имел какого-то интересного костюма, или я попросту не нашел. А на втором он считается мёртвым, если ничего не поменялось в комиксах с последнего моего интереса к Людям Икс. Ну ладно, какой там костюмчик? А костюмчик был весьма неплохой. И я даже могу представить его на киношном воплощении, так как он вполне классно смотрится, и как по мне. Да и с золотой и с белым хорошо сочетаются, как и на его товарища Чарльзик Саге, который попросту слегка доработал свою броню, добавил небольшие изысканные элементы. В этом году он приберёк другой костюмчик. Здесь он добавил себе накидку и серебряную пластину или попросту одежду себе на грудь. Также он добавил небольшой такой полуместь или что-то в этом роде себе на портативное церебро. Практическую цель лучше не спрашивать подобных добавлений, так как, ну, это больше модный показ, так что много не совсем логичных шляп тут будет. К примеру, как у Дестани, которая надела вот такое, из-за чего мой друг Ваня спросил, как ей будет проходить в дверные проёмы, но да ладно. У её же жены Мистик на данный момент с костюмами всё было получше. В этом году ей выдали весьма откровенненький костюмчик слегка, а также добавились золотые черепки и маску, которая смотрится на ней весьма неплохо. Как и прошлогодний наряд, исполненный из перьев. И, хоть я и не любитель подобного вообще стиля с перьевой какой-то одеждой, но признаю, что в сочетании с кожей Мистик это весьма хорошо смотрится. У дочки же Мистик всё так же неплохо, хоть её костюмчики в чём-то однообразны, к примеру моему другу Евгении сильно вкатили, он назвал её не самой пристойной женщиной по своему внешнему виду. Но, в целом, костюмы были хорошо подобраны. У них хорошие элементы, как с меком, так и с зелёным оттенком. Очки всегда вписываются, да и сама она всё хорошо смотрится. Ну, а у её же партнёра и любовного интереса Гамбита, ну, как я и говорил, тут у нас случай, когда мы попытались нарисовать его в качестве стриптизёра. Нет, все костюмы хорошо подобраны. Цветовая гамма, элементы. Но у меня почему-то это слегка смущает, так как один раз это смотрится хорошо, второй мы повторились на Гамбите, ну, допустим, это будет его фишка. Третий, когда мы видим также на Бишве, ну, допустим, Пирос с его черепком на лице, ну, плюс ему ещё добавили что-то по типу дождика на грудь, чтобы он не так смотрелся, ну, ещё терпимо. Когда мы видим уже кучу таких персонажей, которые тупо ходят с открытым торсом, я понимаю, вы хотите похвастаться, но можно не заставлять других комплексовать, но да ладно. Успокоились и посмотрели, что у нас есть ещё. У нас есть лунный рыцарь, который надел полностью белый костюм и смотрится весьма неплохо. Но я не сказал бы, что это здесь что-то примечательное. Костюм уже ночного змея, и его команды также смотрятся весьма недурно. Особенно ночной змеи, у которого получился весьма строгий, похожий на пиратский, ну, как всегда, наряд, который... Я не могу сказать, что он не получился, он прям шикарен. Также хороший наряд у Дазель, который, опять же, отсылает к её костюмы из 80-х и прочему. Он хорошо смотрится с учётом её сил, и... Я думаю, весьма неплохо её отражает. Также классный и с лёгким, так сказать, оттенком своего африканского колорита получился костюм Чёрной Пантеры. Но тут ничего, опять же, особо не отметишь. Кроме Вижена, которого также решили слегка подраздеть. Я не скажу, что это меня как-то напрягает, но странно, что именно его решили раздеть. А, нет, у нас ещё Тор, ну, тогда вообще вопросов нету. Тору идёт, он явно бы хотел похвастаться этим, так что, ну, хотя бы ему подобрали более-менее подходящий наряд. С Аллой Веймой ситуации весьма интересны, ведь её первый наряд на Hellfire был весьма шикарен. Он был настолько классный, что его добавили в основную серию Аллой Веймы, и на долгие, так сказать, появление в других комиксах она носила именно этот костюм, из-за чего он даже стал, так сказать, закреплённым. Её же новое появление также подарило нам новый костюм, но с азиатскими мотивами. Я не скажу, что он перебивает прошлый, но смотрится так же недурно. Но, если упоминать персонажей, которые заберут свой костюм в основные серии, то у нас это Капитан Маро, ведь она в первом своём Hellfire получила неплохую такую наградку, но её более-менее развили именно в этом и добавили модные элементы и сделали её, так сказать, капитанский наряд. Из-за чего авторам понравилось и этот наряд добавили в основную серию Капитан Маро и в другие комиксы. Я думаю, это весьма хорошее решение, так как он смотрится весьма неплохо и даже в упрощённом варианте, который будет в комиксе слегка. Из космических ребят, которые также пришли к нам на Hellfire, у нас есть новая. Ну, я бы не сказал, что у него прям интересный костюм. Точнее, у нас есть пиджак, у нас есть штаны, у нас есть элементы костюма «Новый шлем». Что у нас ещё есть? Да, в принципе, мне кажется, ничего под ним больше нет. Опять костюм стиль стриптизёр. Более интересно смотрится Вилсон Фист, которого я не ожидал увидеть в таком образе. Да, я, конечно, понимаю, тут отсылка на Цезаря, много классных элементов и прям меховой наряд его слегка меня прям завораживает. Но когда я его вижу, я вспоминаю одного политика, который в своё время сильно был обшучиваем в разных таких хомедийных передачах, из-за чего у меня ассоциация не только с Цезарем. Но да ладно. Наряд весьма шикарен. И подобранные были хорошо. И цвета, и элементы на нём. Также бы я хотел отменить хороший наряд у Доктора Дума, который хоть в первом своём появлении обошёлся без наряда, но во втором перестал в самом шикарном из всех, которые были вообще на Хеллфаре. Ну, как минимум, лично по моём мнению. Так это богатый наряд с шикарной обновлённой маской, с трогими элементами и вообще золото прям блещит на нём. То есть, я не знаю, кто был автором этого, но он придумал прям шикарный во всех исполнениях дизайн. Жаль, он не закрепился надолго, как стала ведьмой, но всяко был весьма запоминающимся. Подобным образом, я бы хотел отметить и колосса, который имеет меховую одежду и слегка отсылает на такие русские наряды. Ну, я думаю, этими вдохновлялись. Мех и иногда такая меховая шапка. Сам получился он неплохо, но наряды не сильно отличаются с года в год. Также с меховым нарядом от нас перешла в первый раз самофроз, которая получила не один, а сразу несколько нарядов на каждом Хеллфайре. К примеру, у нас есть вот такой с небольшими золотыми элементами. И он весьма смотрелся неплохо, когда она общалась с Тони, своим будущим мужем, как недавно объявили в Марвел. Но не важно. Меховой же наряд слегка отсылает на Снежную Королеву, но мне он больше кажется забавным, чем каким-то стильным. Также у него был наряд с вот этой вот шляпой, которая была в форме Икса, но практически, опять же, цели не вижу в ней. Хотя смотрится всяко стильно. У Эмма Фроза же были еще несколько нарядов, которые хорошо гармонируют с ее способностями по кристаллизации своей кожи, так что получилось весьма шикарно. С ее бывшим любовным интересным циклопом также у нас все хорошо. Первый один с его костюмом попросту выглядит как более роскошная версия нашего современного наряда, но с открытыми волосами. В первом он пристал к наряде, который отсылал чем-то как по мне на мультсериалы 90-х. Как минимум, цветовая гамма и всякие решения как будто взяты на основе этого, а потом уже были слегка осовременены. И если вдруг появится какой-то мультсериал по людям, микс или что-то, я хочу увидеть как бы момент с будущим и подобным нарядом, ведь он смотрится весьма недурно. Но это... В этом году ему решили выдать весьма что-то не типичное, и выдали вот этот, так сказать, ну маску в стиле или BDSM или что-то не типо кожаный наряд, который должен был закрыть ему рот на весь ивент. Но его красный глаз смотрится неплохо и элементы тоже. Отсылают слегка на его темный период в комиксах, как по мне. Также у нас имеются костюмы для дочери, клона, считайте как хотите, Логана. Или же Х-23. У него сейчас два В вариации, но сейчас не будем разбираться в этом. Её первый костюм смотрится классно. Хорошего, подобраны желтые элементы и он имеет каноническую основу, то есть был реальный наряд, с которым были списаны элементы здесь. И они были представлены весьма хорошо в виде сочетания цветов и прочего. Здесь она именно как росомаха. Её же второй не сказать, что сильно отличается, так как он больше, чтобы гармонировать с нарядом её нынешнего львовного интереса. И смотрится хоть и неплохо, но опять же особенностей каких-то я тут особых не вижу. Жен-Жи Грей, которую никак не смогли хорошо показать ни в одной из киноадаптаций. Ну, хотя бы люди какие-то запокарившись и спопытались, но не так не совсем получилось, ну да ладно. Всё с нарядами хорошо. Есть как не сильно отходящие от её образа и скорее её слегка добавляющие. Есть как вполне классные, обновлённые и смотрящиеся неплохо. А есть попросту модный наряд с этими шляпами, которые напоминают не пойми что. Ну, возможно это только мне так кажется. В этом году также приинвестировал свой костюм Hellcat и он смотрится весьма неплохо. Если появится хотя бы несколько выпусков с её серией в этом костюме я буду только рад. Но сомневаюсь, так как в оригинале она любит больше носить маски. Ну ладно. Если я не ошибаюсь, также имеет основу в реальном мире и списывается в какого-то реального наряда. Также хочется отметить несколько костюмов связанных с Паучком, который также посетил однажды Hellfire. В большинстве он не носил какой-то особый костюм, но когда ему его выдали, он смотрелся весьма недурно. Отдала таким неломным скорее напоминной костюм Майлза Моральса с той же игры на PS4, который был там несколько подобных нарядов. Когда их адаптировали в качестве скинов разные модеры, то я буду только рад. Так как вполне себе костюм сойдет и для Майлза, имеет светящиеся элементы типа Келл и Паучок имеет больше красно-черные но я его не нажил сильно выглящихся. Так, костюм в его стиле, разные элементы, открытые волосы, кеды и прочее, но я не могу сказать, что это прям крутой костюм. Также стильно смотрятся костюмы Мэри Джейн, которые раньше пропускали и имели максимум фанатские вариации, но в этом году получили классные платья и даже кошка заглянулась своим черно-белым платьем, которое смотрится на ней шикарнейшим образом. Также в коеком виде позаглянул Веном, точнее его сын с симбиотом, который смотрится не плохо, симбиот хорошо адаптировал свой внешний вид под костюмчик и хоть и фресовывает язык и зубы, но смотрится классно и не отворачивает себя. Кстати, до этого выходил фанатский костюм, который попросту давал Веному вот такие вот элементы, но в самого Веном тогда не появилось в этой арке, из-за чего возможно авторы вдохновились этим и адаптировали в таком вот образе. Также хочется отметить Китти Прайд и Рэйчел Саммерс. У Китти все костюмы напоминают пиратскую тематику и каждый получился весьма классным, также целует на капитанские наряды, имеет проще классный элемент и смотрится неплохо. Да, иногда получается не сказать, что хорошо странно, в этом году ей дали классный костюм, не сказать, что семянно примечательный, но и неплохой. В прошлом ей выдали что-то страшное. Если бы я не знал, что это для Hellfire Га, подумал, что это на нее налез симбиот Карнер, как это какой-то шипастый безумный наряд, и я не могу придумать под какими веществами она его решила надеть. Также интересные наряды были у никого иного, как Ульяна Распутина, если что, Ройкс ее истории есть на канале. Но есть несколько костюмов. Один, некоторые не сильно выясняются, но моему другу Егине сильно зашел вот этот, который частично закрывает ее тело, лица нанесена какая-то маска, то ли попросту какая-то косметика. Тут в разных кадрах это по-разному изображается, но сам костюм отсылает на демоненка и это и идет. Да, если задумываться для чего надевать именно такой костюм не совсем понятно, но идет классно. Также несколько костюмов были у классической нашей джубели, но они были склеили такими слегка азиатскими мотивами и как-то особо не вырезнялись, но всяко были классными и если я не ошибаюсь, то в карточной игре по Marvel Snap есть эта карта под джубели, которую можно как-то получить. У меня насколько я помню ее нету, так как доиграл я давненько. Ну да ладно, переходим дальше. Кто еще заглянул на Hellfire? Айсмен. И я как-то в первом мечфонаряде был сильно разочарован, так как мне кажется слегка перемудрились с разными элементами. И да, я понимаю, что он персонал НГБТ персонаж, насколько я сданаю на данный момент комиксу после того, как я его надолумила на этот Джин Грей. Но давать каблуки, аналог платья и прочее я думаю было не совсем обязательно, но кто это кое-что бы решать? В дальнейших же нарядах пытались по-другому экспериментировать. Довали вот такие дедные элементы. Если Евгений кажется это странным, но мне сильно нравится, так сочетание идет прям хорошее. Из же костюм, который был в этом году, я ничего особо сказать не могу, так это по большей мере белый смокинг с разными интересными элементами. Также я забыл о персонажей свежей с получей тематикой, которая является Хэллоуинская Ева. Она изначально насколько я понимаю персонаж общественного достояния, который опять же был адаптирован Marvel. И если кому было интересно, можете остановить на этой минуте и разглянуть ее костюм. Он не сказать, что сильно примечательный, но сам смотрится красиво. Как и Firestar, которая после одного из Hellfire стала основным членом Людей Икс. Костюм ей подобрали весьма классный и я рад, что она побыла в этой команде. Возможно в следующем году она тоже будет в основном составе, но я сомневаюсь. Черной Вдове также выдали новый костюм. И он смотрился я думаю весьма классно. Это была измененная слегка идеокапировка с двойными красными элементами ткани и вот такой шляпкой которая была полупрозрачной. Они смотрятся неплохо и слегка отсылают таким паутинным узором. Так что думаю это хорошая была идея. Даже прической подобрали под этот наряд. Также было на этом переприятии женщина Халк. Сам Халк не решил на это заходить так как не смог подобрать шортов покрасивше. Ну да ладно. Смотрелся он неплохо но почему-то мало кому заходит. наверное женщина Халк попросту всех отвернулась лекать от себя сериалом. Да комиксы это классные и костюм на ней смотрелся недурно. Фораж же получил стильный наряд который на нем смотрится. Он не сильно выделяется но и его цвета сохранены и разные его элементы. Sunfire у нас получил азиатскую маску в стиле разных кони и его костюм имеет прям классные элементы как по мне в фоне костюма. Костюм уже брата циклопа Хавака всегда отсылает на его способности и разные его наряды. Также они имеют классные узоры как в каждом своем появлении так как есть вот такой и этот костюм. Они все хорошо подобраны и какой лучше я не смогу сказать но наверное к этому больше склоняюсь. Также костюмчик выдали призрачному гонщику но я не могу сказать небольшими в виде разных наручников как я понял ну или что это и добавили его очки. С костюмами же штор все получилось отлично. Иногда конечно я слышу что они слегка откровенные но в целом круто вышло и они вроде как основаны на реальных костюмах если я подыщу тогда будут даже добавлять разные изображения кто и на чем основан но да ладно мне очень нравится что ей на фон добавили такую черную тучку с желтоватыми молниями знаю чисто практически ей нету смысла ее долго поддерживать но ради стиля можно немножко попотеть кстати вот один откровенный наряд Эммы Фрост который я заметил не могу сказать что я против таких нарядов но смотрится интересно в наше время особенно также неплохие были костюмчики у клонов дочерей сестер Эммы Кукушат или как переводят они смотрятся неплохо им добавляли разные обычные прически в одних вариантах они выглядят как монашки а они мне почему-то напомнили этих самых зайчиков из одной серии ну погоди если найду этот момент ставлю также у нас есть костюмы псайлок с таким вот классным азианским мотивом и костюм капитана британии и я не знаю почему-то он меня больше забавит он смотрится как будто молитв пони или что там еще было подобное обид ну я не разбираюсь с подобным ладно костюм был неплох но странненький больше также есть вот эти вот персонажи один из которых является братом нашей здешней капитана британии она же псайлок и костюмчик королевский но не сказать что как-то интересный ну да ладно и эти костюмы хоть и были хорошо продуманы интересные и прочее но я не скажу что они были на тех персонажах которые вам будут сильно интересны так как я с частью с ним сам не знаком вот этот костюмчик красный мне кажется хорошо сочетается так как этот персонаж кит имеет красные такие оттенки и даже помада на него смотрится хорошо даже этот космонавский шлем даже подходит ему хорошо бы я хотел отметить санспота который более-менее известный но ему выдали не самый как по мне ему подходящий наряд но кто это чтобы решать остальные же костюмы пожалуй покажу вот таким вот образом и вы сами пожалуй решите какой из этих костюмов вам нравится так я не могу чего-то об них рассказать вот этого который с этим шибастыми плечами смотрится отлично ну а пожалуй на этом все я не я же сказал что я не сильный мастер в этом так что просто высказал более-менее неинтересное мнение и возможно я как-то его еще выскажу в качестве текста на экране но я могу этого и не сделать если мне будет сильно лень а я сомневаюсь ну ладно на этом у нас все спасибо что до конца пожалуйста подписывайтесь лайк помните подписку вам не сложно а мне приятно